В эфире телеканала ЛРТ программы «Итоги» в студии Марии Кузьмичевы. Здравствуйте! Коротко о том, чем была значима эта неделя. 73 тысячи люберчан отметили 9 мая в городском округе Люберце. Нападение на госпиталь времен Великой Отечественной войны реконструировали в Люберцах. Выносили раненых с пояболей студенты медколледжа. Тарифы на коммунальные услуги вновь подорожают. Пожароопасный период в Люберцах. Куда можно пойти на шашлыки? Домашних питомцев начали перевивать от бешенства. Ветеринары проводят выездные вакцинации в поселках и СНТ. А теперь обо всем по порядку. И более подробно. 900 молодых саженцев посадили люберчане на придомовых территориях. Ежегодная акция «Лес Победы» прошла в округе в эти выходные. Наша съемочная группа тоже приняла участие в посадке деревьев. Раннее утро. Еще многие спят. Но в деревне Марусина работа идет полным ходом. Люди разных возрастов собрались здесь, чтобы посадить свое дерево Победы. Акция «Лес Победы» уже стала традицией. На территории Либерецкого округа она проходит вот уже три года. Но в Марусине это вторая посадка деревьев. Это очень прекрасно, что с каждым годом все больше и больше выходит людей, люди приобщаются. С удовольствием выходит даже в раннее субботнее утро сажать деревья, помогать нам идти на речку. Уже второй раз мы устраиваем мероприятие для детей, когда приходит много людей, много детей, все играют. И у всех очень отличное, хорошее настроение. Это прекрасно. Многие участники акции уже успели посадить не одно дерево, но данное мероприятие для них – настоящее событие. Что для вас посадить Дерево Победы? Для меня посадить Дерево Победы – это проявить уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Мы помним, любим и всегда благодарим тех, кто старшее поколение. Когда я выхожу и смотрю, что растут деревья, растут цветы, мне хочется жизни. Для участников акции работала развлекательная программа с диджеем и аниматором. Посадка деревьев прошла и в Краскове. Аллею Победы посетил Владимир Ружицкий. Здесь еще много в перспективе работы, но это будет, я думаю, жемчужина Краскова, такой зоной отдыха, потому что она частично уже облагорожена, но работы еще впереди много. Ставлю задачу за лето именно на этом участке привести в порядок вот территорию. Здесь должен быть такой разбит хороший, красивый сквер. И мы это сделаем обязательно. В акции «Лес Победы» приняли участие управляющие компании, ТСЖ, а также сотрудники администрации, социальных учреждений, предприятий, ветераны и жители. Около 700 саженцев высадили в Малаховке и в Краскове, а в Марусине порядка 200. У дома номер 17, корпус 1 по проспекту Победы, люберчане высаживают яблони и каштаны. Всего 70 саженцев, и многие из них уже цветут, поэтому красоты и благоухание долго ждать не придется. На акцию в микрорайоне 7-8 вышли не только местные жители, но и представители органов власти. Новые микрорайоны, они всегда, когда застраиваются, у нас получается так, что благоустройство, благоустройство. Проходят в последние моменты. И сегодня вот тот момент, когда люди должны прийти, принять участие и сказать спасибо. Дню Победы. Лопаты и ведра с водой. Инвентаря хватает всем желающим. Для детей и взрослых приготовлены полевой буфет и развлекательная программа. На самом деле местные жители давно хотели, чтобы этот участок был засажен деревьями. Услышала зазывалку, и тут же мы с мамой собрались, побежали сажать дерево. На акцию «Лес Победы» люберчане выходят целыми семействами. Не исключение из семья Саньковых агаджанян. Ну, это память о погибших, тех, кто воевали и за мою жизнь, и за жизнь моих родных, моей семьи. И если бы этого не было, то, собственно, меня, может быть, здесь и не стояла. С люберчанами участвовал в акции и глава округа Владимир Ружицкий. Вместе с детьми он посадил яблоневое дерево и каштан. На территории детского сада номер 6 по адресу проспект Победы, дом 15, воспитатели, дети и родители высаживают сиреневую аллею. Помогает малышам управиться с лопатой и лейкой глава Люберецкого округа. Если мы вот так будем каждый уголок обустраивать, смотришь, оно будет красивее, это всё подрастёт, и дети подрастут, и деревья подрастут, и всё будет веселее. Вы будете заходить по весне, а то будет сирень свистеть. Мамы, папы, сыновья и дочки. Целые семьи участвуют в акции Лес Победы. Масштабная патриотическая акция прошла и в Центральном парке. Несмотря на огромное количество участников, инвентаря и посадочного материала хватило всем. Владимир Ружицкий поздравил присутствующих ветеранов с праздником и вместе с ними посадил дерево. Порядка двух тысяч человек пришли посадить своё дерево Победы. Среди них и знаменитый скульптор Александр Рожников. Это память о наших погибших. В общем, всё, что связано с этим, с нашей памятью, с нашей Победой, вот для меня это дерево конкретно здесь, сейчас, в нашем Леберецком парке. Для всех участников была подготовлена концертная программа, духовой оркестр и организована полевая кухня. В рамках акции было посажено пять тысяч саженцев рябины, берёзы, клёна и липа. Наш канал тоже решил принять участие в акции и посадил вот такую рябину в знак памяти о Великой Отечественной войне и людях, сражавшихся за Родину. Леберецкого районному телевидению! Ура! И акции «Лес Победы! Ура!» Мария Кузьмичева, Александр Атамей, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла традиционная акция «Бессмертный полк». С портретами родственников, сражавшихся на войне, жители прошли по улице Кирова. Кстати, в этом году полк впервые нёс знамя Победы. Это огромное полотно с именами люберчан, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Подробности далее. Участники акции «Бессмертный полк» собрались на улице Власова. Ровно в 12.00 многотысячная колонна отправится на центральную площадь города. Здесь люди абсолютно разных возрастов, профессий и даже национальностей. Но всех их объединяет одно – они наследники победителей. Здравствуйте, Михаил Петрович! Добрый день! Расскажите, чей портрет держите пока? Это мой дедушка Михаил Александрович. В честь его назвали меня. Погиб под Севастополем, обороняя Севастополь в 42-м году. Это мой отец. С 42-го года, по 46-й был на фронте. У меня замечательные родители фронтовики. Мама Жукова Марья Николаевна, она участница двух войн. Война с Японией, война с Германией. А у папы он был в освобождении Кавказа. Ну что ж, Бессмертный полк шагает по планете. Накануне к патриотической акции присоединились 75 стран. Теперь пришла и наша очередь. С гордостью и честью люберчане всех возрастов и национальностей идут с портретами своих родных. В 2015 году впервые Бессмертный полк прошелся по улицам Люберец. С тех пор многое изменилось. Количество участников увеличивается в разы. Неизменно лишь одно – наша память о героях. Здравствуйте. Сегодня кто с вами участвует в Бессмертном полку? Здравствуйте. Это Вильбеков Рамазанович. Наш дедушка и прадедушка. Он воевал на войне, был ранен, был старшиной, но вернулся живой. Это мой отец. Расскажите, где он служил, где воевал? Он служил на Волховском стронте, был связистом, радистом. Но вы с ним долго успели пообщаться? Расскажите о нем. Да, вот он шел на фронт в 43-м году, вернулся в 49-м, а умер он в 2004-м году. Это наш прадедушка, который был работником тыла. И вот мы сегодня напечатали, идем с этой табличкой с ним вместе на этой акции. Бахкин Степан Яковлевич погиб в 41-м году под Смоленском. Танкист. Сгорел в танке. Никто не забыт, ничто не забыто. И сегодня это не просто слова. В Бессмертном полку в Люберцах семьи приходят полным составом. Здравствуйте. Кто сегодня с вами? Мы несем наших героев бессмертных. Это прадед. Это мой прапрадед. Он участник гражданской войны и Великой Отечественной. В 44 года пошел сапером. Моя бабушка и дедушка, они учились вместе с Александрой Филипповной. Это их одноклассница. Вот, поэтому я пришла сегодня поздравить ее и почтить память бабушки с дедушкой. Дедушка прошел практически всю войну до Варшавы. Александра Филипповна, расскажите мне, пожалуйста, ну, что вы можете пожелать в этот день всем, всей нашей стране? Мира, радости, доброй, хорошей жизни всем молодым, всему молодому поколению. А это со мной мой супруг. Его, я 10 лет уже умер. Услышь меня из глубины времен. Ты мой родной, мой легендарный прадед. И с высоты на мир спасенный, глядя, Найди себя среди других имен. Я с гордостью встаю в бессмертный полк. Ведь память о тебе для сердца свята. И помнить подвиг каждого солдата. Для правнуков победы высший долг. Бессмертный полк, ты будешь жить в Виталии. Бессмертный полк, победы наши пламя. Бессмертный полк, бессмертный ядок знаний. Бессмертный полк, бессмертный полк. Бессмертный полк. Праздничный концерт прошел в Центральном парке Люберец. Там наградили участников легкоатлетического забега. Также гостей ждала развлекательная программа. Смотрим. Вот как мы видим, участники акции «Бессмертный полк» заканчивают шествие. Каждый из них держит в руках один, а то и несколько портретов своих героев. Отмечу также, что в этом году конечным пунктом этого шествия станет площадь в Центральном парке. Мой папа и мама. Папа – житель Люберец. 22 года. Завод Дух Томского. Ушел на войну с солдатами. Вернулся майор. Познакомился на фронте с мамой. Очень трудно в этот день говорить. Со слезами на глазах. С болью в душе. Это мой дедушка Жандеров Иван Федорович. Он на войну был партизаном белорусского отряда. Он имеет два ранения. И я, как его внучка с его правнуком, сейчас хотим пронести его в память бессмертия. Мы сегодня пришли с дочкой одной, с дочкой другой, с сыновьями, с внуками, с детям. Вот у нас большая компания. Мы посвящаем наш бессмертный пункт моим родителям. Хлынцеву Константину Павловичу и брату Сеусене Семеновне. Сегодня также десятки школьников несут знамя. Легендарное знамя победы. Оно в 2017 году победило в премии «Наше Подмосковье». Нация становится державой, когда мы едины, когда каждый понимает интересы страны. И это понимание идет внутри у каждого, в каждой семье, когда есть истоки народные, которые ценятся и приумножаются. Дорогие друзья, сегодня праздник. Да, праздник со слезами на глазах. Да, праздник, потому что мы ощущаем, что огромная цена, цена человеческими жизнями была оплачена за нашу великую победу. Сегодня, 9 мая, в городском округе Люберцы состоялся легкоатлетический забег «Кубок Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первое место – Яшин Алексей, 1993 года рождения. Ученик школы номер, учитель физической культуры и спорта, школы номер 55. День победы, день победы, подарили волосы и деды. От Москвы до Берлина шли в боёв, не поместит славный подвиг их веков. День победы, день победы, подарили волосы и деды. Мы в своих сердцах храним заветных пик, с нами вы в делах и малых, и больших. Этот праздник, пожалуй, как никакой другой, не объединяет весь наш многонациональный народ. Хочу поздравить наших дорогих жителей, пожелать добра, любви, благополучия, крепкого здоровья нашим дорогим ветеранам. Низкий поклон, мы в неоплатном долгу. С праздником, дорогие друзья! Для меня и 27 января праздник большой, снятие блокады, а этот ещё, наверное, больше праздник. Вот от всего освободились. С праздником победы. Это для всех одинаково, чтобы вы молодые, что мы старые. Я хочу сказать, чтобы на вашей жизни никогда не было войны, чтобы было мирное небо над головами. Год без выстрела дней спокойных, Год без пыток ночей осторожных, Год тогда позабыв о войнах, Начинать уже будет можно. Век без выстрела на земле, Век без выстрела на земле. Мы гордимся праздником, посвящаем это детей, рассказываем. Хоть ещё маленький, но уже интересно. Гордость за свою страну, за людей, которые за нас воевали. Потому что только благодаря им мы сейчас живём на этом свете. И, правда, от чистого сердца мы им благодарны. Это дедушка Сидельников Пётр Митрофанович. Он был участником Великой Отечественной войны. Это дедушка моего Шурина, прадедушка моих крестников и племянников. Это один из самых главных праздников в нашей стране. Это героический подвиг нашего народа. И каждый год мы его отмечаем, мы его помним. И будем помнить его всегда. И будем учить молодое поколение наше, чтобы они тоже всегда его помнили. С днём Победы! Праздничные концерты в День Победы охватили весь городской округ. Многонациональный российский народ ликует повсюду. На Ташинском парке тоже насыщенно. Здесь организаторы подготовили особенную программу. Зажигательные танцы, песни о мире на земле, всевозможные лакомства и развлечения для гостей всех возрастов. Всё это и многое другое ожидало 9 мая жителей с северной стороны в Наташинском парке. Особый колорит празднику подарила национальная культурная автономия армян. Коллектив Ириван исполнил национальный танец. Для меня лично День Победы – это тот праздник, когда мы должны отдать честь тем людям, которые за нас воевали, которые дали нам чистое небо над головой. Сегодня я здесь работаю, я был на параде, участвовал только в другом городе. Это великий день, великий праздник наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, наших близких, родных. Чистого, мирного неба над головой, чтобы мы были всегда живы, здоровы и жили над таким чистым небом, как сегодня. С Победой! Ура! 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 С Победой! Мы продолжаем наш выпуск. В Олюберетском Доме культуры прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. В торжественном мероприятии приняли участие ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения, члены отряда Юнармия, ученики персональной хореографической школы и многие другие. Поздравить участников войны с праздником приехал и глава округа Владимир Ружицкий. Люберетский Дом культуры украшен лентами и воздушными шарами чёрного и оранжевого цветов. Это цвета Победы, которую празднуют на постсоветской территории уже 73-й год подряд. В честь праздника в ДК прошёл окружной концерт для ветерана Великой Отечественной войны. От героев былых времён не осталось порой имён. Участник войны, лётчик-истребитель первого класса подполковник Георгий Новиков – почётный гость концерта. В честь Дня Победы и 95-летнего юбилея ветеран получил награду от главы Люберетского округа. Владимир Ружицкий поздравил и других участников концерта. И сегодня я хотел бы сказать всем огромное спасибо за тот вклад, который вы внесли в победу над фашистской Германией. Мы сегодня, смотрите, наслаждаемся, мы живём, мы учимся, мы работаем. Всё это благодаря вам. Символическая часть праздника – уже традиционное посвящение школьников в ряды юнармии. Свой значок получил и Вадим Стаханов. Я очень готовился к этому, очень ждал, волновался, очень хотел попасть. У меня воевал прадедушка. Его зовут Мукминов Каём Мукминович. Он воевал в Украине, трижды форсировал коварность Иваш и потерял ногу. Песни твои получая, слышу я, помощь мой. Фронтовые песни, военные вальсы и присядка. Концерт в честь тех, кто спасал Родину, стал настоящим светлым событием. Несмотря на миллионы погибших, День Победы не траур, а праздник свободы и мира. Александр Атамей, Пётр Пономаренко, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Салют Победы прогремел в городском округе Люберцы. Праздничный фейерверк запустили в Центральном и Наташинском парках. Жители посёлков также стали свидетелями красочного пиротехнического шоу. Салют в честь Дня Победы прогремел на восьми площадках городского округа ровно в 22.00. Напомним, жители Любереза отпраздновали накануне 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В памятных мероприятиях приняли участие более 70 тысяч человек. Луиза Игазарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Интерактивная программа «Солдаты бессмертия» о военных врачах была представлена в Люберцах. Студенты медколледжа показали своим однокурсникам целую программу боевых действий времён Великой Отечественной войны. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Добрый день всем, кто сегодня пришёл на, поверьте, самое удивительное и самое уникальное мероприятие, которое, наверное, мало кто из вас когда-нибудь видел. Реконструкцию боевых действий времён Великой Отечественной войны организовала для студентов Люберецкого медицинского колледжа некогда выпускница Юлия Лапанова. Собственными силами она находит всю необходимую утварь, чтобы затем воссоздать для подрастающего поколения то боевое время. Как признаётся Юлия, это увлечение, ставшее не только любимой работой, но и смыслом жизни всей её семьи. Войну Вторую мировую и Великой Отечественной современные поколения не так воспринимают, как должно было. Они воспринимают, как это какая-то романтика, побегать по полю с оружием, пострелять, красивая форма, погоны. Они так воспринимают, думают, что действительно роль России не такой была. Победу они немножко иначе представляют. А на фронте приходилось сталкиваться со многим. Постоянная опасность, риск и страх. Как признаётся Юлия Лапанова, задача реконструкции – объяснить, что такое война. А чтобы нагляднее это было, сами студенты разыграли несколько сцен из жизни военного врача и солдата. Сегодня ваши студенты, ваши преподаватели покажут на наших бойцах, которые в дальнейшем будут нашими ранеными, он покажет несколько вариантов по повязок. Метод повязки – варежка, которая накладывалась без мази каких-либо растворов, непосредственно на поле боя для предотвращения вторичного инфицирования. И так называемая циркулярная повязка, которая накладывалась на нижнюю конечность, были воссозданы студентами. Эти виды повязок сохранили со времён войны до наших дней. Давайте мы будем в районах, девочки, быстро, 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 мы будем. Здесь всё как на войне, каждая секунда бесценно. Ребята прикладывают неимоверные усилия, чтобы помочь своему ближнему. Единственное, что не передаёт реконструкция – это весь ужас войны. И ту горечь, которую испытала каждая санитарка. Сами участники остались довольны проделанной работой. Как признаются ребята, это честь для них быть частью тех событий. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, ведь это память. И мы не должны забывать тех героев, что совершили этот великий подвиг. Для меня была большая честь принять участие в этом мероприятии. Это была очень большая ответственность. Ты отвечаешь за жизнь другого человека. На меня произвело это очень яркие впечатления. Я чувствовал отвагу, храбрость, мужественность в данном выступлении. В завершении реконструкции ребята исполнили песни военных лет, которые помогали поднять дух многим бойцам в годы Великой Отечественной. Мария Кузьмичева, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Никто не забыт и ничто не забыто. В Люберцах открыли музей Великой Отечественной войны. Огромное количество экспонатов и трофеев, собранных со всей России, представили в Доме офицеров. Наша съемочная группа наблюдала за открытием. На территории 60 квадратных метров расположен новый музей Великой Отечественной войны. Здесь находится свыше 400 экспонатов и 80 трофеев. Но это только основной фонд. Также в резерве у музея есть еще и вспомогательный фонд, который насчитывает 186 трофеев и около 40 экспонатов. Напомним, ранее музей располагался в здании Добровольного общества содействия армии авиации и флота в Люберцах. По просьбе Совета ветеранов и Ольги Поликарповой, администрация выделила новое здание музея с большей площадью. Мы здесь будем теперь проводить максимум мероприятий. Мы будем помнить. Мы не только в День Победы будем помнить. Мы и Дни Боевой Славы, и будем проводить экскурсии, и будем здесь собираться. Кто-то, может быть, вспоминать, кто-то, может быть, что-то интересное сказать. Но для нас это, а тем более для ветеранов войны и детей войны, это большая радость. Поздравить с открытием музея пришли ветераны и дети войны, представители образовательных организаций, депутаты Люберец и глава округа Владимир Ружицкий. Это некая возможность узнать визуально нашу историю и более в нее окунуться. Огромная и кропотливая работа по поиску военных экспонатов со всей России была проделана сотрудниками музея. А на днях он пополнился еще несколькими трофеями с Оржева. Это героическая земля, там, где шли жесточайшие бои. То отдавались нашими, то опять мы отступали. Это героическая земля. И вот эта вот граната, вот эта граната, F1, оборонительная, это дал нам ее поисковик. До сих пор находят эти гранаты на поверхности земли. Как признается Ольга Поликарпова, из-за небольшой площади далеко не все трофеи-экспонаты удается выставить для ознакомления. Для нас сейчас это помещение, конечно, маловато, потому что фонды очень большие. Вот хотелось бы оставить это все оформить и, как полагается будущим поколениям, сделать это все логично, правдиво и без всякого пафоса, и чтобы они знали правду о Великой Отечественной войне, ну и вообще о событиях, о своих героях. Как признаются сами ветераны, новой площадью расположения музея они довольны. Это большая моя радость, поскольку я имею какое-то отношение к этой организации, как-то долечку его создания, вот отношу их к себе. Этот музей мы давно ждали. У нас здесь есть музыкальная школа, кадетская школа. Посещение экскурсий – это все будет направлено на воспитание молодого поколения. И молодое поколение тоже не осталось равнодушным. Мне от рассказов вот этих вот ветеранов просто стало не по себе, потому что они такое переживают. Они через такое прошли, они такое видели. Мне все очень понравилось. Ну, действительно, теплый прием. Мой прадед воевал, и как бы это событие тоже касается моей семьи. В завершении встречи для всех присутствующих был устроен концерт, на котором исполнили песни военных лет. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжаем наш выпуск. 277 табличек с именами героев Великой Отечественной войны будут установлены на территории Люберец. Они займут почетные места на стенах домов, в которых проживают ветераны. На днях уже установили три таблички. Подробности в нашем сюжете. Вам здоровья. В вашем доме еще двое проживают ветеранов. Ваш дом богат на ветеранов Великой Отечественной войны. Три ветерана войны проживают в 36-м доме по улице 3-е почтовое отделение. Поэтому именно с этого места дан старт проекта они всегда рядом с нами, целью которого служат просвещение и патриотическое воспитание молодого поколения, а также напоминание о наших доблестных соседях. Соседи друг друга знали. Все знали, кто живет за соседней стенкой, друг к другу за солью ходили и так далее. А сейчас люди настолько коммуникабельны. И мы не знаем даже, что за соседней стенкой или в соседнем подъезде живет человек, который спас наши жизни. И благодаря им сейчас у нас мир на земле, скажем так. Нет войны и спокойное время идет. Три таблички с именами проживающих в этом доме участников войны установили председатели совета ветеранов, депутаты Люберец, кадеты и волонтеры проекта. Ну а героям были польщены неожиданным сюрпризом. Мне это все нравится, конечно. Мне впечатлили, что что-то многовато для меня это все, понимаете. Моя мама – участница Великой Отечественной войны. Вот табличка посвящена ей. Это замечательная идея. И очень приятно мне, очень приятно нашей семье, что такая табличка у нас висит на подъезде. В течение ближайших двух недель волонтеры установят еще 46 табличек с именами ветеранов, которые сейчас проживают на территории Люберец. А в долгосрочных планах у них – развитие проекта по всему округу. Анна Троян, Мария Кузьмичева и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Сотрудники управляющей компании «Бигкомфор» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Они навестили участников боевых действий, а также свидетелей тех трагических событий и вручили им памятные подарки. Навещать людей, благодаря которым в нашей стране отмечается День Победы, стала доброй традицией. Ежегодно сотрудники «Бигкомфорта» дают дань уважения участникам Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в домах, которые находятся под управлением этой компании, проживает 21 ветеран. Стараемся тоже помогать им в процессе их какой-то жизнедеятельности. Если у них есть какие-то замечания, либо просьбы, стараемся также оперативно всё решить. И наша акция всё-таки, наверное, очень хорошо сближает нас с нашими ветеранами. Они делятся с нами теми же фронтовыми историями, впечатлениями, своими эмоциями. А ещё стихотворениями. Любимое занятие Василия Марыкина – чтение книг. Кроме воспоминаний о войне, участник прорыва блокады Ленинграда поделился с гостями своими знаниями произведений великих русских писателей. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не застет народная тропа. Вознесся выше он, главой непокорной Оликрандисского столпа». Всего в городском округе Люберцы проживает 268 ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Сейчас наставления и пожелания этих людей имеют особую ценность. «Чтобы жили хорошо, чтобы были дружны, чтобы не ссорились, самое главное». «Я хотел бы пожелать нормальной жизни. Материальной, моральной и так далее. Ну, мир само собой». Луизия Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы закончена работа по ямочному ремонту дорог. Кроме того, подрядная организация проводит текущий ремонт дорог и планирует уже к сентябрю отремонтировать 38 участков автомобильных дорог. Это около 25 километров. В городском округе Люберцы завершили ямочный ремонт дорог. Порядка трёх тысяч ям устранили дорожной компанией к 1 мая. «Ямы оцифрованы в программе СКПДИ. В том году мы работали в программе «Дороги Подмосковья». Оцифровано было около пяти тысяч ям и выполнен ремонт». Кроме того, на территории городского округа Люберцы отремонтируют 38 участков автомобильных дорог общей протяжённостью около 25 километров. Ремонт дорог пройдёт в два этапа. В первый войдут 20 дорог общей протяжённостью 11 километров, во второй – 18. Их протяжённость – 14 километров. Как отмечают сами водители, результаты работ заметны. Большинство респондентов довольны состоянием дорог после ремонта. «Да ничего, вроде встало ездить, хорошо». «Улица инициативная. Вот я проезжал недавно. Там очень много ям». «До ремонта это было что-то. Ездить было невозможно. После ремонта прилично». Стоимость работ составит более 165 миллионов рублей. Финансирование будет проходить за счёт областного и местного бюджетов. К сентябрю должны полностью завершить все работы. Мария Кузьмичёва, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. К другим новостям. 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова. Какие изменения ожидают жители Подмосковья? Узнаем в следующем сюжете. В среднем по области рост платы за коммунальные услуги произойдёт на 4%. Так, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, применяются ограничения к общей плате, в которую входит оплата холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоэлектро- и газоснабжения. Однако рост цен за содержание жилья не учитывается. Таким образом, услуги за водоснабжение и водоотведение подорожают на 3,8%. Тепловая энергия на 3,6%, газоснабжение подорожает на 3,4%. И дороже всего обойдётся электроснабжение. Это 5%. Отмечу, предельный же индекс роста цен может составить не больше 6%. Масштабный рейд автобус прошёл на днях в Люберцах. Сотрудники ГИБДД проверили автобусы и маршрутки. На вокзалах, стоянках и прямо на остановках инспекторы осмотрели документы водителей, а также состояние транспорта. О результатах рейда в нашем сюжете. 14 дорожно-транспортных происшествий в прошлом году и 9 в этом было выявлено сотрудниками ГИБДД с участием пассажироперевозчиков Московской области. На сегодняшний день это самое большое количество ДТП в Люберцах за столь короткий срок. В связи с этим инспекторы технического надзора проводят оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус» и проверяют состояние транспортных средств. Старший лейтенант полиции Поляков, вы управляете, да, это машина? Да. Будьте добры, водительское удостоверение, документы на транспортные средства и путевой лист. Помимо всех необходимых документов, инспекторов интересует наличие и исправность внешних световых приборов, а также проверяет условия привозки пассажиров. А именно, наличие двух огнетушителей, медицинской аптечки и знак аварийной остановки. Здравствуйте, я веду вас, старший лейтенант полиции Полякова. Будьте добры, предоставьте водительское удостоверение, документы на транспортные средства и путевой лист. Третья маршрутка инспектор ГИБДД находит серьезное техническое нарушение. Как мы видим, данное транспортное средство у нас неисправно, а именно, неисправен дальний свет фар, что по правилам дорожного движения квалифицируется как неисправность, при которой эксплуатация данного транспортного средства запрещена. В отношении пассажиров перевозчика составлен протокол и вынесен штраф в размере 500 рублей. Теперь водитель не имеет права перевозить пассажиров до тех пор, пока не устранит неисправность. Только за первую часть рейда было проверено 15 маршруток. Из них две маршрутки оказались техническими нарушениями. А за две недели проведения рейда инспекторы ГИБДД выявили технические неисправности у более 500 маршруток. По состоянию на 4 месяца уже проведено более 30 проверок, по результатам которых выдано более 35 предписаний. И составлено 89 административных протоколов по различным нарушениям на должностных лиц. Операция автобус продлится до 11 мая. Основная цель проводимых рейдов – снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРД. С 1 июня по 17 июля будет запрещен въезд автобусов на территорию города Москвы. Такие ограничения связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Гражданам, планирующим поездку в столицу или в Московскую область, следует заранее позаботиться о выборе перевозчика. Исключения составят автобусы регулярного сообщения на междугородних и муниципальных маршрутах, а также транспортные средства, оснащённые аппаратурой спутниковой навигации. Владельцы таких автобусов должны уведомить о въезде транспортную дирекцию чемпионата мира 2018. Информация о местонахождении, направлении и скорости движения данных автобусов формируется на основании использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Те жители, которые имеют в собственности транспортное средство для личных целей, либо для коммерческой цели автобуса и проживают в регионе, они получают эти пропуска для передвижения по территории. Они сделают заявку для аккредитации, заходят на сайт транспорт2018.com, где проходит упрощённый порядок аккредитации. Луизия Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мы продолжаем наш выпуск. На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД зафиксирован рост детско-дорожного транспорта в интервоматизме. С начала этого года на дорогах городских округов Люберцы, Держинске, Латкарина и Котельники произошло 8 аварий с участием несовершеннолетних. О наиболее частых причинах таких ДТП и меры по их предупреждению наш следующий сюжет. Столкновение транспортных средств и наезды на пешеходов. Наиболее распространённые виды ДТП с участием несовершеннолетних. Как показывает анализ происшествий, виновниками всех 8 аварий, произошедших в этом году, являются водители. Наибольшее количество пострадавших детей зарегистрировано в Люберцах. Мы имеем рост детско-дорожного транспорта в интервоматизме по цифрам небольшой, 7-8, это по итогам 4 месяцев, но это в любом случае 14%. На сегодняшний день рост имеет именно по дням недели, таким как среда, четверг и суббота. Обосновать субботу мы можем, потому что суббота это выходной день, дети на улице находятся и больше предоставлены сами себе. То вот среду и четверг обосновать мы пока с учётом небольшого, скажем так, массива информации мы не сможем. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, а также не забывать о правилах проезда пешеходных переходов. Кроме того, инспекторы советуют одевать детей в яркую одежду и пользоваться светоотражающими элементами. Родителям следует почаще напоминать школьникам о правилах безопасности на дорогах. Как показывает статистика, чаще всего в ДТП попадают дети от 7 до 16 лет. В сельских поселениях СНТ городского округа Люберцы начали проводить выездную вакцинацию от бешенства мелких домашних животных. Это ежегодная процедура, которую проводят совершенно бесплатно. Какими последствиями чревата эта инфекция для животного и опасна ли для человека в нашем сюжете? Многим кажется, что если питомец везёт домашний образ жизни и не бывает на улице, то риск заражения равняется нулю, и прививка от бешенства ему не нужна. Но только за последние три месяца этого года Распотребнадзора Московской области было зарегистрировано 30 случаев бешенства животных. Из них 57% приходится на долю домашних питомцев. В связи с распространением этого заболевания на территорию Люберец начали проводить выездную ежегодную бесплатную вакцинацию животных. Иди ко мне, феник, 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 иди скорее уколчик будем делать. Ирина Булаева проживает в Сент-Эматиково год, переехала сюда из Москвы. Будучи ещё в столице, сначала взяла одного кота, потом пришлось подобрать второго. На сегодняшний день у неё 23 питомца, 15 котов и 8 кошек. Все они были бездомные. Сейчас питомцы живут на участке, у них отдельный дом. Мы очень благодарны, что приехали именно к нам сюда, потому что 23 кота отвезти в лечебницу одним разом и сделать там прививки – это очень тяжело. А здесь очень удобно, доступно, и нам, и котам очень хорошо. Сент-Эматиково – это четвёртое место по списку, где проводят выездную вакцинацию животных. Ещё намечено 3 СНТ и 3 населённых пункта. Ветеринары уже вакцинировали порядка 45 голов, и ещё 150 голов вакцинируют в ближайшее время. Прививка переносится питомцами хорошо, а на сегодняшний день не выявлено ни одного случая осложнения. Полный комплекс, пожалуйста. А, боишься врачей, да? Боишься врачей? Бояться нужно не врачей, а самого бешенства. На сегодняшний день это неизлечимые инфекционные заболевания мозга и центральной нервной системы, передающиеся через укусы и оцарапывание больным животным, а также через слюну переносчика заразы. Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного питомца за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Первыми признаками является нетипичное поведение. Например, если домашняя, кошечка или собачка, там совсем другое поведение. Ухудшается аппетит, появляется агрессия. Кроме того, может возникнуть светоевода боязнь. Самая последняя, третья стадия – это паралич конечностей и смерть питомца. Человек заражается при контакте в результате укуса животным. И первыми признаками заражения человека является повышение температуры тела. Если это случилось, то как можно скорее необходимо промыть рану теплой водой с хозяйственным мылом и обратиться в травмпункт для проведения курса антирабических прививок. Если вы хотите обезопасить братьев своих меньших себя и своих детей, обязательно раз в год делайте прививки от бешенства. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРД. К другим новостям. Начался сезон активности клещей. Из-за укусов паразитов в городском округе Люберцы пострадали более 20 человек. Так как же обезопасить себя в этот период? И что делать, если вы все-таки подцепили клеща? Об этом в нашей съемочной группе рассказал врач-инфекционист Лев Денисов. Парки, леса и посадки – потенциально опасные места для отдыха. Ведь именно там основное место обитания клещей. И нужно помнить, что даже один укус этого насекомого может тяжело сказаться на жизни и здоровье человека. Они могут все передавать клещевой энцефалит, как самое опасное заболевание. Но не во всех регионах нашей страны зараженные энцефалитным вирусом клещи есть. Допустим, в нашей Московской области только находили зараженных клещей в двух районах. Это Дмитровский и Илталдумский. Вот, допустим, наша вся сторона, так скажем, юго-восток, юг, юго-запад. Здесь клещи энцефалитом не заражены. Однако клещевой боролиоз или болезнь лайма распространена по всей России. И обезопасить себя от этого и подобных заболеваний нужно. Врачи рекомендуют перед выездом на природу узнать, чем именно там можно заразиться через укус клеща. Такую информацию дает в Центре санэпиднадзора в трампункте или на приеме у врача-инфекциониста. Вот первое, значит, ознакомились. Если человек планирует выезжать куда-то вот там, где есть клещевой энцефалит, самое надежное предупреждение заболевания – это заранее сделать прививки от клещевого энцефалита. В Люберецком округе такие прививки делают только в ЛРБ номер 2. Эта больница получает вакцины как для детей, так и для взрослых. Отмечу, первичная вакцинация предусматривает две прививки, которые нужно сделать с промежутком минимум в 30 дней. И чтобы предупредить заболевание, делать это нужно заранее. Люди, которые вообще не обязательно там выезжают куда-то там в лесную местность, ну даже у нас здесь вот в городе клещей тоже можно вполне подвергнуться нападению. Надо просто иметь дома, а тем более с собой брать, когда выезжает куда-то, антибиотик, докцициклин. И с первого же дня, когда обнаружил клеща, сразу надо начинать приём от этого докцициклина. Он принимается по две капсулы два раза в день в течение трёх дней, как экстренная профилактика. А если вы всё-таки обнаружили на себе клеща, то сразу же обращайтесь в медпункт. Если же такой возможности нет, то самый лучший выход из ситуации – извлечь клеща с помощью петли из нити. А самое главное – не забывайте. Лучше болезни предотвратить. Поэтому перед выходом на природу обрабатывайте своё тело репеллентами с пометкой от клещей. Делайте вакцинацию и надевайте ту одежду, которая закрывает все части тела. Мария Антонова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. Одна из частых причин возгорания в лесах и парках – разведение костров и мангалов в неприоднозначенных для этого местах. Где же всё-таки можно жарить шашлыки, если у вас нет дачи? Разбирался наш корреспондент. С начала мая МЧС объявила о введении особого противопожарного режима в Подмосковье. По традиции, до начала весенне-летнего огнеопасного времени пожарная охрана провела учение по ликвидации возгорания в лесной зоне. Кроме того, в парках и лесах начинают работу патрулей для выявления нарушителей правил противопожарной безопасности. Всё это делается для чего? Для того, чтобы у нас было плотное взаимодействие с нашими лесхозами, с нашими участковыми лесничьями. Для того, чтобы мы своевременно могли отреагировать. Потому что в первом эшелоне, соответственно, прибывает пожарная охрана. А далее уже прибывает сила лесхоза. Тем не менее, всё же выделены места, где пожарить шашлыки можно. В Наташинском парке есть зона, оборудованная мангалами, столами, мусорными контейнерами, а также песком и огнетушителем на случай возникновения пожара. Даже в пасмурную погоду местные жители с удовольствием посещают мангальную зону. Здесь есть столы и мангалы, которые уже всё специализировано получается. И мусор не надо уносить куда-то там с собой в пакете. Вот, пожалуйста, мусор вынесли. И вот песочек есть, всё засыпать. Разведение костров в неспециализированных мест влечёт за собой не только пожарную опасность, но и вредит обитателям парков и лесов. И самое главное, действительно, это негативно сказывается и на природу, которая вот вокруг нас. Она вот сейчас только-только набирает обороты. Но, ребята, если мы сейчас по пять здесь, по 200-300 мангалов распространим по всему парку, но это что будет? Это все птицы улетят. Они перестанут здесь когда-нибудь гнездиться. Кроме урона природе, разведение огня в неспециализированных мест влечёт наложение штрафа. Для граждан он составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от 15 до 25 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 150 до 250 тысяч рублей. Завершится пожароопасный режим только с приходом холодов. Предварительно не раньше октября. Таковы главные события уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. На этом я с вами прощаюсь. Всем приятных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова